Самые стойкие к механическому воздействию, к химическому воздействию, это натуральная и структурированная. Лопатированная поверхность, это то, что еще называется шлифованная, либо ее называют полуглянцевая. Патинированная. Как правило, они глянцевого блеска не имеют, они такие матовые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, перед вами шесть возможных вариантов типов поверхности, которые вы найдете, в принципе, в керамограните. Два из которых, это натуральный гриб структурирован, тот, что имеет фактуру на поверхности, производится без какой-либо мехобработки. То есть она выходит из печки именно вот в таком исполнении. Все, что касается патинированная, либо черата в итальянском его исполнении, лопатирование, либо еще шлифованное, и тот, и тот термин можете найти, люкс, про него отдельно поговорим, и полированное, это все результат дополнительной механической обработки готового материала. Никаких присыпок, иногда прочитаешь, там, покрыли воском, потом заполировали. Нет, такого нет. Значит, самые стойкие к механическому воздействию, к химическому воздействию, к абразиву, это натуральное и структурированное. Структурированное отличается от натуральной тем, что в процессе изготовления меняется штамп на фактурный. То есть он задает некий рельеф, который вы потом пощупаете. Вот и все. Потом она также уходит в обжиг, выходит с обжига, уходит сразу на сортировку. Все, что касается вот этих типов поверхности, то здесь уже включается дополнительная фаза мехобработки. То есть вся плита уходит на линию абразивной обработки и абразивом с разной жесткостью и с разной продолжительностью воздействия притирается верхний слой. Значит, патинированный. Это то, что отличает материал, он очень шелковистый на ощупь. Знаете, откуда он вообще появился? Эффект патины в керамограните. Если вам представится возможность побывать в старых зданиях, старых, имею в виду многовековой истории, церкви какие-то, замки, можно в Сундали съездить, в церквях очень большое количество покрытий каменных. Не поленитесь, попробуйте на ощупь. Обнаружите патинированную поверхность. То есть то количество посетителей, которые там проходят, на подошве наносит такое количество абразива, что он просто потихонечку притирается. Убирается микрорельеф с поверхности камня, ну и вы получаете, по сути, патинированную поверхность. Никакими восками, никакими еще там манипуляциями вот этот эффект не достигается. Просто чисто механиков. Убрали шероховатость. То же самое, да. Которые именно старые. Старые, 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 да. Они прям очень приятные. Как правило, они глянцевого блеска не имеют, они такие матовые. Все верно. Лопатированная поверхность. Это то, что еще называется шлифованная. Либо ее называют полуглянцевая. И так, и так, и так. Там абразивное воздействие более продолжительное и с использованием более твердых абразивов. Получается эффект, ну да, частично блестит, частично не блестит. Ну, в частности, это вот как раз вот этот вот наш один из продуктов. Видите, он не полностью зеркалит, но вот так, зонально. Чем хороша эта технология, она позволяет сохранить на поверхности керамогранита рельеф, если он до этого изначально был. То есть, если у вас, допустим, дерево, вы можете сделать дерево полуглянцевым. То есть, у вас будет и фактура, и тактилен будет немножко поблески. Знаете, ремарочку, да, мы-то все из той жизни, все у нас. Значит, долгое время полировка была в Китае. Вот он заходил на российский рынок все время, когда у вас много строили, много и плохо строили, но очень быстро. Значит, он считался чуть ли не идеальным продуктом. Да, он был идеальный по геометрии. Это был не всегда керамогранит, он пористый. С ним было удобно работать. И самое главное, он на стадии сдачи легко отмывался и блестел, и создавал вот это чувство праздника. Такое, знаешь, глянцевое. И все это осталось у многих еще как память о том, что вот было же там. По факту это является... Были и хорошие партии, будем честными. Есть торговые центры, где лежит тот самый китайский материал полированный. Не всегда он изношен, но эстетики там ноль. И сегодня любой торговый центр, любой сетевой клиент наш, он задается целью. Чем же я буду отличаться? Ну, невозможно бежевый, глянцевый продукт или белый, или бело-черный, как у нас часто шахнет. Это все не та тема, которая сегодня решает вопросы эстетики на конкурентном рынке ESM Green по коммерческой недвижимости. Но вот то, за что его любят, и до сих пор нам постоянно прилетает, давайте, пожалуйста, дайте что-нибудь такое, как тогда. Это вот полированные продукты, которые легко убираются, пока они не изношены, пока они не поцарапаны и так дальше, и так дальше. То есть это глубокая такая вот засевшая в головах у многих история, и, к сожалению, с ней вот приходится тоже часто нам сталкиваться. Ну, то есть все ребята тоже как-то вижу, поэтому... Да, 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 да. Главное, чтобы блестело. Она еще и недорогая была, вот в чем проблема. Хотят еще и все те самые, что... Ну, мне кажется, они полированы на порядок и дороже, чем... Она будет дороже примерно на 30% по отношению к матовому. То есть если взять два одинаковых артикула, один матовый, другой полированный, разница между ними примерно треть. Из-за того, что это достаточно дорогостоящая процедура по мехобработке. Ну, чтобы вы понимали, используются искусственные алмазы для обработки франом гранита. Вернусь к структурированному материалу, потому что эту тему все-таки важно закрыть. Значит, чтобы с ней не было проблем, особенно вот в части потом очистки, уборки и так далее, и так далее, достаточно выполнить максимально простые правила. Затирку наносить исключительно в шов, не сплошным затиранием всей плоскости. У нас такие прецеденты тоже встречаются, когда затирают от души, прям полностью всю плиту ее потом не найдешь. Вот эта технология, она не родилась не у нас, она родилась не только в Виталии, то есть где они полутерок каким-то там шваброй. Да, да, да. А потом... На объемы как на гипермаркетах. Допускаю, да, что в больших помещениях это сейчас работает, и, кстати, может быть даже и на таких матовых поверхностях. Что касается структуры, то вся вот эта достаточно агрессивная часть в виде затирок, она быстро схватится с поверхностью, и все. А дальше начинается шоу. Ну, по практике прилетают вопросы вот вокруг этого. Значит, в чем первоисточник? То есть остаются либо следы затирки... Нет, у меня есть технология, если я не съемлю все. Соблюдаю ее и все. О, вот. Вот, собственно, я к чему подвожу. То есть достаточно прочитать, что написано на упаковке производителя затирок, и все ясно. То же самое написано у нас на коробке. Это я сейчас тоже подойду. Но по факту все, к сожалению, не так. Вот, вот. Глянец. Ну, лопату, в данном случае. Полуглянец, да. Поэтому бояться ее не надо. Все, что касается ответственных зон, однозначно в сторону структуры, особенно входные группы. Потому что почему-то, опять же, мы видим торговый центр, сделан матовой плитой, и потом ковриком резиновым закрыли. А в чем тогда смысл? То есть, ну, потратиться два раза, это уж совсем как-то нелогично. Полированная плита, она имеет больше минусов, чем плюсов. Но заказчики по-прежнему упираются. Я вот хочу, чтобы блестел, вот хочу, чтобы включил свет. Все, вот, вот, ну, прям очаровало. Я не скажу, что полностью отказывайтесь от этого, но вы должны понимать, что за этим стоит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!